Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Кухня – это источник силы, богатства и здоровья для всех членов семьи. Здесь объединяются все четыре стихии природы – огонь, вода, земля и воздух. И если они объединяются гармонично, то кухня станет источником процветания, иначе приведет к различным жизненным проблемам со здоровьем или финансами. Наши предки относились к кухонной утвари и пищи с большим почтением. Обожествление кухни и всего, что с ней связано, породило суеверия, многие из которых до сих пор популярны, особенно много примет связано со столовыми приборами, посудой, продуктами питания. Если это видео окажется для вас полезным, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках, а также переходите в наш телеграм-канал, там вы узнаете намного больше. Самая известная примета гласит, что посуда бьется к счастью. При этом ни в коем случае нельзя пытаться склеить осколки и пользоваться такой посудой. Посуда с осколами и трещинами утрачивает энергетическую целостность и нарушает энергетику пищи. Чтобы приобрести собственное жилье, следует чаще браться за угол стола. Если уронить прибор, ложку или вилку, накрывая на стол, значит прогнать свою любовь. Каждый знает, что если на пол падает нож, следует ожидать гостя мужского пола, а если ложка или вилка, дама или может прийти какое-либо сообщение или звонок. Но как быть, если вам не в радость нежданные визиты? Следует быстро постучить упавшим прибором об пол три раза, и нежданный гость вряд ли появится. Согласно народной примете, спешащие к вам гости неожиданно свернут с пути и не побеспокоят вас. Финансовые неприятности сулит и пустая посуда на столе. Даже чай во время чаепития нужно постоянно подливать, чтобы чашки не пустовали. Обеденный стол раньше считался священным местом и ассоциировался с алтарем. Именно поэтому неуважение и дурной знак резать что-нибудь прямо на столе. Если вы, сервируя стол, случайно скрестили два ножа, то в ближайшем будущем готовьтесь к поездке. Если вы нашли в еде, которую приготовили собственноручно, длинные волосы, столкнетесь с ухудшением материального положения. Если короткий волосок, необходимо экономить, ждут финансовые трудности. Посуда, заполненная пищей, после захода солнца обязательно должна накрываться крышкой, иначе черт в нее плюнет. Нельзя сидеть на столе, домовой рассердится. Сидя на обеденном столе, человек проявляет неуважение к духу дома. Человек, сидящий на столе, лишится достатка, а если это девушка, то она больше не сможет хорошо готовить. Во время приема пищи не стоит стучать приборами по столу или посуде, заболит зуб. Не следует вытирать стол бумагой, это может привести к ссорам в семье и к непредвиденным тратам. Используйте для этого губку или ветошь. Нельзя сметать крошки рукой со стола, только тряпкой или щеткой, иначе в доме не будет достатка. Для привлечения богатства храните под скатертью монеты. Не позволяйте гостям хозяйничать в своем доме, мыть посуду на кухне, протирать стол, подметать пол. Гости могут вымести из дома хорошую энергию. Если керамическая или фарфоровая тарелка вдруг треснула или лопнула в руках у гостя, этот человек относится к хозяевам дома с негативом, например, завидует или оговаривает их за спиной. Стучать ключами по столу и выкладывать их на поверхность стола, приводит к серьезным конфликтам. Конечно, неприятно, если в суп попадет муха, но вскоре этот досадный факт перекроет неожиданный подарок. Если в печи или духовке не получается выпечка, это к разлуке с кем-то из членов семьи. Класс деньги на стол, в бедности. Древние люди считали, что этот предмет мебели, посредник между нашим миром и потусторонним, считалось, что деньги со стола улетят в другой мир. В соуснике или кастрюле случайно оказались две ложки, да еще и перекрещенные. Радуйтесь, это сулит скорую свадьбу. С ножом и его потенциальной связью с нечистой силой связано. И еще одна примета. Нельзя оставлять нож воткнутым в каравай или даже в кусок хлеба. Это может привести к нужде. По старым народным приметам хлеб нельзя резать, нужно только отламывать. Не зря кусок хлеба называли ломоть. Если вы все же нарезаете хлеб ножом, лучше делать это к себе, а не от себя. Никому не дарите и сами не берите в дар нож. Это приведет к вражде. Все мы с детства знаем и то, что нельзя есть с ножа. Станешь злиться без повода. В спешке люди могут прикусить язык, щеку или губу. Это сулит приятные и неприятные происшествия в жизни. Если вы прикусили левую щеку, ожидайте поцелуев, встреч с любимым. Если прикусили правую щеку, ожидайте неприятностей. Приметы советуют не оставлять недоеденным кусок хлеба. Считается, что это может накликать беду и сделать человека бедным. Ножи, оставленные на столе на ночь, аккумулируют негативную энергию и притягивают всякую нечисть, которая, получая энергетическую подпитку от домочадцев. Это мешает домовому защищать жилище от негатива. Одалживать соль нельзя, потому что заемщик может забрать у вас удачу и наслать несчастье. Если вы все же одолжили соль, не вздумайте забирать долг. Скажите одолжившему, что эту соль вы ему подарили. В каждом доме должен быть запас соли. В этом случае в семье будет изобилие. Говорят, что солонку, наполненную солью, нельзя передавать из рук в руки. Если за столом попросили передать соль, то поставьте солонку рядом с ним. Так можно избежать ссоры. Еще одна примета гласит, доесть за человеком кусок хлеба, значит лишить его здоровья. Также нельзя доедать за ребенком, если хотите сохранить его здоровье и силы. Если вы случайно вместо сахара положили в еду или напиток соли наоборот, радуйтесь и ждите хороших перемен в жизни. Яблоко со стола упало. К свиданию с возлюбленным. Домашние заготовки на зиму следует делать на убывающую луну, иначе есть риск, что заготовки могут быстро испортиться, а также между членами семьи начнет соображение испортиться отношения. Молоко очень чутко реагирует на присутствие отрицательной энергии. И если оно у вас скисает, то вполне возможно, что в кухне переизбыток негативной энергии. Вероятно, что в кухне имеет доступ человек, который не желает вам добра. Плита на кухне – это источник энергии огня, поэтому неблагоприятно для энергетики кухни, если плита стоит близко к источнику воды. Энергия воды гасит энергию огня, что может привести к уменьшению финансового потока в доме. Очень хорошо, если на кухне есть источник энергии, например, растения и фрукты, а также благоприятно выращивание зелени на подоконнике, которую вы потом употребите в пищу. Очень важно поддерживать на кухне чистоту. Врязная посуда – это негативный канал, по которому утекает денежная энергия вашей семьи. Не храните хлам и чаще выбрасывайте мусор. Если вовремя не выбрасывать мусор, то новой энергии некуда прийти. Не рекомендуется пользоваться пластиковой посудой, которая изготавливается из низковибрационных материалов и нарушает энергетическую структуру пищи. Нельзя оставлять крошки на столе – это притягивает в дом нищету и долги, в доме поселятся финансовые проблемы. В вашем доме никогда не поселится финансовое благополучие, если оставлять на столе после трапезы пустые тарелки, чашки или бутылки. Пусто на столе, пусто в доме. Существует суеверие, гласящее, что на весу наливать нельзя. Оказывается, наши предки верили, если наливаешь на весу, вскоре останешься без денег, а выпив стопочку, налитую на весу, согласно приметам, можно заработать затяжную болезнь. В дополнение к этой примете считается, что нельзя нарезать на весу и хлеб, ведь это может привести к голоду. Приметы утверждают, что пролитое мимо хмельное может накликать беду на личном фронте. Пролить спиртное на сидящего рядом человека, то взаимоотношения с ним в дальнейшем не заладятся. Если налить алкоголь через руку знакомым, есть риск перенять их проблемы. Кто выпьет напиток, налитый через руку, может начать испытать недомогание и заболеть. Но если это произошло, надо капнуть немного из бутылки на землю. При этом нужно произносить добрые пожелания самому себе или другому человеку. Скорлупу от яиц нужно как можно скорее убирать со стола. Это мертвая оболочка, которая отнимает у живых энергию. Если вы рассыпали немного сахара, это сулит сладкую жизнь, возможно вас ожидает веселье. Если гость не прошенный, то соль на стол не ставили, таким образом показывали, что человека не ждут и не хотят видеть. Следуя этим приметам, вы сможете привлечь в дом удачу и навсегда избавиться от неприятностей. Будьте счастливы, поделитесь этими приметами с друзьями. До новых встреч!